Здравствуйте! Представляю вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки короткой недели с 14 по 17 июля. «Новотек» закажет 30 газовозов для заполярных проектов. ПАО «Новотек» разместит заказ на строительство 30 танкеров для перевозки сжиженного природного газа, который будет использоваться на Северном морском пути. Суда станут обслуживать СПГ-проекты компании за полярным кругом. Они будут транспортировать природный газ из расчета 1 млн тонн СПГ на одно судно в год. Как предполагается, новые танкеры займутся доставкой сжиженного газа с флагманского проекта корпорации «Арктик СПГ-2», а также с завода «Обский СПГ». Государство поддержит бизнес в АЗРФ с помощью неналоговых рычагов. В Арктическом блоке правительства рассматривают различные варианты административных механизмов поощрения бизнеса в Заполярье, призванные подкрепить уже существующие налоговые и преференциальные режимы. Так прорабатывается точечное ослабление регуляторного давления, в том числе предполагается запрет на вмешательство проверяющих органов в деятельность новых арктических проектов на инвестиционном цикле. Среди прочих вариантов стимулирования экономической активности. Объявление земельной амнистии в АЗРФ и ДФО и запуск трансграничных преференциальных территорий на Дальнем Востоке. Изобретение тюменских инженеров сэкономит средства при строительстве в Заполярье. Геодезический купол, разработанный тюменскими специалистами, поможет испытывать грунты на строительных площадках на Российском Севере. Это недавно запатентованная сборно-разборная установка, практическая ценность которой заключается прежде всего в ее мобильности и малогабаритности. В отличие от специализированной техники, куполы будет несложно доставлять в наиболее отдаленные и труднодоступные районы страны. Ожидается, что изобретение будет широко востребовано в Российской Арктике, где в настоящее время реализуется целый ряд строительных проектов. Новая техника выходит на маршруты общественного транспорта в Мурманской области. Автобусные и троллейбусные парки Мурманска получили 49 единиц новой техники. К 1 июля 2022 года количество новых троллейбусов и автобусов, работающих в регионе, будет доведено до 135. Таким образом, парк общественного транспорта в области будет обновлен на треть. Новые транспортные средства будут работать не только в Мурманске, но и на маршрутах по Александровске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Кандалакше и Печенском обруге. Закупка техники проводится за счет областного бюджета. На этой нужды было выделено полтора миллиарда рублей. Спасибо за внимание и до новых встреч!